Гостеприимная Беларусь сегодня вступила в силу указ, который дает право гражданам 80 государств посетить нашу страну без визы на срок до 5 дней. Упрощенный режим распространяется на все страны Евросоюза, США, Канаду, Японию, Бразилию, Индию, Индонезию и другие государства. Это стратегические партнеры Беларуси с благоприятной миграционной обстановкой. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на 5 дней неограниченное количество раз. Главное условие – пересечение границы в пункте пропуска в национальном аэропорту. Таким же образом туристы обязаны покинуть страну. Первым безвизовым пассажиром, по словам пограничников, стал гражданин Финляндии, который прибыл чартером из Словакии в первые минуты воскресенья. Удобство новых правил оценили и другие иностранцы международных рейсов. Одна из них – китаянка Ли Йен, которая прилетела в Минск из Абудаби. Добрый день. Добро пожаловать в Беларусь. Красивая женщина. Спасибо большое. Визовое упрощение улучшит бизнес-климат. Для краткосрочной деловой командировки в Беларусь иностранцам не нужно оформлять множество бумаг. А также благоприятно скажется на развитии туристической отрасли. Путешественников, по прогнозам, станет больше примерно на 20%. Во-первых, это очень такой прорывной шаг. Это жест доброй воли. Страна открыта. Понятно, на сегодняшний день, именно первые 2-3 месяца мы не ожидаем такого кратного увеличения потока. Но вместе с тем, процентов 15-20 это без проблем. Потому что необходимо провести работу, маркетинговые мероприятия. И в основном поток этот такой крат увеличенный мы ожидаем в 2018 году. Но вместе с тем, вот эти проценты 15-20 это прирост однозначный. Пятидневный безвиз не распространяется на иностранцев, которые прибывают в Минск из России, а также вылетают из Беларуси в российские города. Рейсы между странами считаются внутренними, значит на них нет пограничного контроля. Безвизовый режим наша страна уже опробовала в 2014-м во время чемпионата мира по хоккею. Сейчас такие правила действуют для посещения иностранцами Беловежской пущи на срок до трех суток и Августовского канала на срок до пяти дней.